Ребят, напишите пожалуйста, сколько примерно пользователей в прямых эфирах собирается, чтобы понимать, можно уже начинать, либо подождать пару минут и задержать ваше внимание, чтобы не было скучно в ожидании. И хотел еще спросить у вас, кто ранее был на моих прямых эфирах? Привет! Всем привет! Привет всем, кто присоединяется. Я смотрю, уже 21 человек. Количество упорно не пишут, ну ничего страшного. Сегодняшний прямой эфир будет с той же самой темой, только с каждым прямым эфиром. То есть я к эфирам не готовлюсь специально. У меня нет заготовленного плана и нет программы, по которой я провожу прямые эфиры. Мои прямые эфиры всегда построены на первую половину подачи информации, вторая половина ответа на вопросы, либо сейчас мы проголосуем, как мы проведем этот прямой эфир, потому что у меня есть предложение для вас. Я хочу в этом аккаунте сделать максимально теоретическую часть прямого эфира с минимальным ответом на вопросы. Поскольку прямые эфиры мои одним часом никогда не заканчиваются, я хочу вторую часть сегодняшнего эфира провести в своем аккаунте Instagram, в котором я буду отвечать на ваши вопросы, которые, я уверен, во время первого часа у вас будут накапливаться. И поэтому я хочу вам предложить такой базовый вариант сегодняшнего эфира. Я отключу комментарии, когда буду рассказывать об искусственных источниках света. А вы, пожалуйста, собирайте вопросы в прямой эфир, и мы начнем отвечать в этом аккаунте, и продолжим. Кто захочет, перейдет в мой аккаунт, и мы там продолжим во второй части сегодняшнего прямого эфира. Вот, я думаю, что количество людей остается на уровне 20, и мы будем начинать. Сегодня эфир будет чуть-чуть меньше одного часа. Так попросили организаторы, чтобы успеть сохраниться и успеть, и была возможность загрузить в IGTV видео не более часа, чтобы потом его не обрезать. Вот, мы будем начинать. Значит, меня зовут Макс Кириленко. Я вам покажу сегодняшние... у меня заготовки есть для сегодняшнего эфира в виде небольших презентаций. Я хочу представиться. Меня зовут Макс Кириленко. Я свадебный фотограф, живущий в Украине, в городе Одесса. Я себя всегда называл и называю фотографом одного жанра съемки свадеб. И меня это абсолютно не стесняет и не смущает. Я не стесняюсь называть себя свадебным фотографом, поскольку многие считают, что стиль свадебной фотографии – это больше коммерческий стиль, нежели какой-то творческий. И снимаю я свадьбы не потому, что это сугубо, как многие могут подумать, коммерческий стиль съемки. Мне действительно нравится снимать ловстори и свадьбы. Мне нравится снимать красивых людей, мне нравится снимать красивые эмоции, нравится снимать чувства и вообще вот картинку, происходящую на свадьбах, тоже украшать и подавать ее с красивой стороны. И выбор моего стиля съемки был не случайен, поскольку мне всегда нравилась живая, красивая, искренняя эмоция в кадре. И с самого первого дня, когда я начал снимать как профессиональный фотограф, я знал, что я буду снимать только свадьбы в истории. Я на этом немножко хочу зафиксировать ваше внимание, поскольку считаю, что каждый фотограф, который ищет себя как профессиональный фотограф, должен выбрать свой путь и выбрать свой фокус съемки. Он должен концентрировать свое внимание, свою насмотренность и свое умение и желание учиться на конкретном виде съемки, которая в дальнейшем, я уверен, если развивать, то будет развиваться и давать свои плоды. Я выбрал, как я сказал, свадьбу в истории, и с самого первого дня я знал, что мне нужно зайти на рынок, не просто как свадебный фотограф. Я понимал, что пять лет назад, а я снимаю свадьбу именно пять лет, пять лет назад была колоссальная конкуренция. Я даже тогда не представлял, какой она будет через пять лет. Если бы я сейчас становился свадебным фотографом, я думаю, мне было бы гораздо сложнее и сложнее вам, тем, кто только сейчас решил заниматься фотографией профессионально. Я тогда понял, что мне нужно выбрать какую-то свою изюминку и свой стиль, чтобы выделяться среди, будем их называть конкурентами, но в целом конкурентами своих коллег я не считаю. У каждого свой стиль, и каждый, по сути, индивидуален. Индивидуален, как фотограф по своему стилю съемки, так же индивидуален по умению себя продвигать, поскольку на сегодняшний день фотографом быть, просто быть фотографом уже далеко недостаточно. И сегодня мы тоже поговорим об этом. Я понял, что мне нужно чем-то выделяться среди коллег, и я принял решение, что я буду снимать с искусственными источниками света. Но сразу себе поставил задачу, поскольку мне не очень нравится, не то чтобы не очень нравится, тогда, когда я начинал снимать с искусственными источниками, было очень мало информации в сети и мало примеров фотографий, особенно свадебных, с применением дополнительных источников света, импульсного света и постоянного. И у всех ассоциировался стиль свадебной съемки с применением вспышек, это вот когда снимали 10 лет назад со вспышкой в лоб на улице, чтобы подбить тени и сохранить детали неба. И получались такие HDR-фотографии, когда у невесты было фиолетовое платье вместо белого, и трава была ядрёно-зелёная и тому подобное. И все думали, что это такого же плана и такой же стилистики фотография. Но когда-то я наткнулся на американский паблик, ещё ВКонтакте, в котором невесты выглядели как с обложки журнала, и я думал, что это какие-то журнальные съемки для рекламных кампаний, но оказалось, что это просто классические свадебные фотографы, которые используют дополнительные источники света. И я начал углубляться и постигать в знаниях, как добиться такого эффекта, чтобы невеста на снимке казалась моделью с глянцевой обложки журнала. И скажу, что не сразу мне удалось расшифровать секреты, поскольку, повторюсь, 5 лет назад ещё не было такого количества информации, какое уже сейчас можно найти в свободном доступе в интернете. Я начал с простого. Я начал снимать банкеты на свадьбах с использованием вспышек больше, чем одна, на установленных на стойке и управляемых с синхронизатором. Что ещё было важным в тот момент, когда я только начинал учиться снимать с дополнительным светом? Важно было то, что нужно было себя заставлять не снимать со вспышки, одетой на камеру. Вот почему-то для меня это был такой табу, и я снял за 5 лет свадеб, опыта съёмки свадеб, а снял их не меньше, чем 150 за 5 лет. Я снял буквально 2 или 3 свадьбы за этот период со вспышкой, одетой на камеру. И это было для меня как вызов. Я себе поставил такую цель отучиться и не рассматривать этот вариант использования вспышки вообще. Сделал оговорку. До сих пор я одеваю вспышку на камеру иногда, и это исключительный случай съёмки в ЗАГСе. Поскольку, во-первых, съёмки в ЗАГСе становятся лично на моей практике всё меньше и меньше. В ЗАГСе снимают, опять же, как я уже сказал, меньше. И даже если съёмка в ЗАГСе происходит, то это, по сути, обычный репортаж, где нужно просто красиво запротоколировать происходящий момент передачи колец и вручение свидетельства регистрации брака. И сделать парадные портреты для молодожёнов с их родителями, родственниками и гостями. Вот это единственный случай, когда я использую накамерную вспышку, одетую на камеру. Во всех остальных случаях вспышки всегда вынесены за пределы камеры и управляются синхронизатором. Когда-то я пробовал в ЗАГСе снимать со вспышками на стойках. У меня был ассистент, который помогал, но этот промежуток времени продлился недолго. Но и по итогу, по результату я понял, что жестить и контрастить фотографии в ЗАГСе не стоит, поскольку, во-первых, там очень мало времени отводится на съёмку. Во-вторых, это просто, повторюсь ещё, протоколирование происходящего процесса в ЗАГСе. Я очень быстро перегорел этой идеей, поскольку большую часть своих сил выделял на то, чтобы красиво сделать на прогулках и на банкете. И, главное, на церемонию, которая, как правило, после ЗАГСа происходила на банкетной площадке. Так вот, пять лет назад я понял, что я буду выделяться чем-то, и иначе мне нет смысла заниматься этим, поскольку выходить на рынок свадебной фотографии, просто фотографируя свадьбы, будет очень сложно. И у меня лично не было времени на то, чтобы экспериментировать. Я понял, что нужно идти по максимуму и выбирать самый сложный, но самый верный способ продвижения, будем так говорить. И я для себя сразу, буквально сразу поставил цели, чему я должен научиться в свадебной фотографии, каким приёмом и каким навыком. Сейчас я хочу оговориться, то, что буду рассказывать дальше, по сути, к свадебной фотографии отношения не имеет. Это имеет только к тому, что каждый фотограф, снимающий в любом жанре, я считаю, обязан знать природу света и понимать, как происходит... Вот природа света и как происходит построение светотеневого рисунка. И самые главные световые схемы при фотографировании портрета тоже нужно знать. И если у нас останется сегодня время, в этом часе, в первом, то я вам в виде шпаргалок приготовил 6 основных схем света при фотографировании портрета, которые можно использовать, повторюсь, не только на свадьбах, но и в портретной фотографии, в семейной съёмке, в детской съёмке, вообще абсолютно не важно где. Это классика, это то, от чего нужно отталкиваться в любой сфере свадебного фотографического мастерства или ремесла, кому как угодно. Что значит вспышки? Это не только стробизм. Имеется в виду, вот что я хочу вам сказать по поводу вспышек и по поводу того, почему я решил именно добавлять искусственные источники света. Помимо того, что я считаю и я уверен, что, ну, вы со мной согласитесь, что при добавлении искусственных источников света ваша фотография становится как минимум не похожа на те фотографии, которые снимают ваши коллеги с доступным светом. Использовать вспышки либо фонари, либо LED-панели, либо, там, я не знаю, любые источники света. Я даже сегодня приготовил просто вот в качестве доказательства обычную лампу настольную, с помощью которой покажу, как очень легко и просто научиться видеть свет и светотеневой рисунок. Я приготовил несколько фотографий, которые показывал ранее, возможно, вы уже их видели, но мне очень важно, чтобы даже если вы эти фотографии видели, просто посыл мой, чтобы фотографы понимали мой посыл. Я не буду сейчас объявлять голосовалку, как я делал раньше в других марафонах, на других прямых эфирах. Я просто показываю фотографии, которые были сняты с искусственным источником света, но сняты были так, что у большинства, по крайней мере, у большинства фотографов, которые слушали меня в других прямых эфирах, не вызывало сомнения, что это источник света от окна, боковой мягкий свет через штору или просто через открытое окно. Но практически все ошибались и говорили, что это окно и далеко не вспышка. На самом деле вспышка – это просто ваш источник света, который можно поместить в карман. И я его называю «Солнце в кармане», и фонарь называю «Солнце в кармане». То есть, буквально не понимайте смысл этой фразы, просто поймите, что при наличии хотя бы одного источника света, искусственного источника света, вы можете имитировать практически любые световые условия, идеальные световые условия при фотографировании с доступным светом. Поскольку, когда вы снимаете в студиях, у вас уже владельцами студии продумано за вас, как падает свет, как расставляется декор относительно угла падения света. Это естественно, если речь идет об естественных источниках света, об окнах больших. Обычно в студиях, конечно же, большие окна. Уже умирают те студии, в которых было 4 стены, и там на 4 стенах в 20 квадратных метрах 8 локаций. В основном это большие просторные студии, и с доступным светом там все очень здорово. Но очень часто мы приходим к нашим клиентам домой, либо в отеле, где собираются невесты, и доступный свет, он либо очень плохой, либо его нет вообще. Бывают, конечно, исключения. Но тогда тоже, как вариант, можно использовать дополнительный источник света, чтобы усложнить световую схему. Но когда речь идет просто о том, что нужно сделать, как минимум, качественный, красивый портрет жениху и невесте, а условия для этого непригодные или очень суровые, и потом придется вытягивать из теней, или из исходника, который снят на высоком весе, давить шумы, давить, потом поднимать резкость. Короче, вот качество снимка будет ухудшаться только лишь из-за этого. Я никогда не использую доступный свет, если он, скажем так, вот, Надь, если разделить свет на три категории. Идеальный, средний и очень плохой. Вот даже когда он средний, я все равно добавляю искусственный источник света. И стараюсь уходить от доступного и использовать рисующим только мои вспышки, либо фонари, а доступный использовать как контровик, либо заполнение. И только лишь когда свет естественный, идеальный, я могу не использовать вспышки. Сейчас я объясню, почему. Я показал этот портрет и показал этот портрет. Показываю их для того, чтобы, опять же, голосование мы не устраиваем. Это два портрета сняты с искусственным источником света. Только первый портрет был снят со вспышкой, а этот был с LED-панелью. Ну, там LED-джазл у меня есть, он почти как LED-панель, но будем считать постоянный источник света, светодиодный. И, допустим, вот тоже портрет, который снят с доступным светом. И, по большому счету, разницы как таковой между ними нет, поскольку нужно использовать дополнительные источники не напрямую, чтобы они прям говорили о том, что это вспышки, либо фонари, а маскировать их так, и рассеивать, и уметь получать мягкие заполняющие, либо мягкие рисующие источники света с помощью подручных ваших средств, вспышек, либо LED-панелей. Вот второй пункт этого слайда, искусственный свет, почему он важен в съемке. Я хочу выделить несколько моментов, на которых стоит, как бы, сфокусировать ваше внимание. Почему важен искусственный свет? Для меня он важен по двум причинам. Первая причина – это сделать фотографию более уникальной, более выделяющейся среди фотографий конкурентов, более, скажем так, более артовой, потому что в свадебной фотографии не все так, скажем, очевидно, поскольку нужно фотографировать не только протокольные фотографии или портреты, которые распечатываются в рамку, но и пытаться создавать портфолио, по которому вас будут покупать ваши клиенты. И создавать это портфолио не на мастер-классах и в рокшопах, а желательно на настоящих коммерческих съемках, потому что на сегодняшний день не только организаторы свадеб и не только организаторы ивентов, но и невесты разучились определять, где настоящая свадьба, а где постановочная, воркшоп либо мастер-класс. Поэтому очень важно, чтобы искусственный свет нам помогал сделать нашу фотографию уникальной, и очень важно, чтобы использование искусственных источников света было как помощником нам при обработке, поскольку если мы снимаем с доступным светом, и снимаем, сейчас буду искать примеры фотографии, и снимаем с тем же светом от окна в интерьере, который мы никогда не видели, допустим, и пришли на съемку и очутились в таких сложных световых условиях, в которых вы, допустим, никогда раньше не были. Я вас уверяю, что любой интерьер отеля, либо квартиры будет играть с вами злую шутку за счет того, что доступный свет, он не настолько интенсивный, и очень часто из-за того, что недостаточное освещение, и мы вытягиваем мравы из теней, у нас всегда, практически всегда, вылазят паразитные рефлексы в теневых участках снимаемого объекта. То есть человека, либо девушки, невесты, жениха, везде, где теневая сторона, везде лезут рефлексы. И вот если вы находитесь в интерьере, который по цвету схож с цветом кожи человека, эти рефлексы минимальные. То есть вы их минимально ощущаете на своем исходнике. Но если вы находитесь в каком-то там голубоватого, розоватого, зеленоватого оттенка стен помещения, то все эти рефлексы в теневых областях будут всегда вам портить обработку. И для того, чтобы обработка фотографии была у вас, во-первых, не изнурительная для вас, и вы не тратили на это колоссальное количество времени, это раз. Во-вторых, чтобы потом, не психанув, не забивать на цветокоррекцию и добиваться красивого, качественного цвета, фирменного своего цвета, по которому вас будут потом узнавать ваши клиенты, вам нужно, еще раз повторюсь, использовать дополнительные источники света. Это очень важно. Лично для меня и для тех, кому эта тема интересна. И третий пункт. Что учитывать при выборе постоянного света? Поскольку вспышки, это практически эталонный по цветопередаче источник света. У вспышки цвет светового потока в кельвинах равен 5500 кельвинов, то есть, по сути, это чисто белолунный свет, который нейтральный. И есть еще одно понятие при использовании искусственных источников света, которое применяется производителями, ну и, естественно, фотографами, которые должны этот параметр учитывать. Это индекс цветопередачи, CRI, который очень важен при выборе постоянных источников света. Почему он важен? Объясню в двух словах. Индекс CRI это индекс цветопередачи, при котором мы можем видеть изображаемые цвета в точности, так как мы их видим при естественном дневном свете. Чем выше индекс цветопередачи, а максимальный индекс это число 100, то есть коэффициент 100, чем выше индекс цветопередачи, тем меньше искажений в цветовых оттенках мы получаем. То есть, чем чище, повторюсь, цвет светового потока и индекс цветопередачи, это абсолютно разные параметры. То, что мы привыкли понимать, теплый свет, холодный, либо нейтральный, это только лишь цветовая температура. А есть индекс цветопередачи, при какой-то конкретной световой температуре возможен нечистый спектр светового потока, который дает смешивание оттенков, либо цветов, если он совершенно плохой. Вот даже, кстати, в качестве примера, уличное освещение в городе, которое над дорогами на больших фонарных столбах висит, которое дает желто-зеленый оттенок. Ведь в редакторе мы можем исправить световую температуру, но грязные, зеленые или мажентовые оттенки получаются только из-за того, что низкий индекс цветопередачи. Вот так же само при выборе постоянных источников света, будь то галогеновые лампы, будь то светодиодные панели. Этот параметр нужно учитывать и не ударяться в крайности и понимать, что если это искусственный источник света, значит он решит все ваши проблемы. И, по сути, буквально любой световой прибор вам решит вашу проблему и уведет вас от проблемы цветовых ненужных рефлексов, которые будут мешать вам при цветокоррекции и при ретуши фотографий. Важно при выборе постоянных источников света придерживаться выбора источника с CRI не менее 90-95 единиц. То есть 90, я считаю, на мой взгляд, это предел, ниже которого не нужно опускаться, иначе и цена от этого меняется. То есть самые дешевые постоянные источники света в LED-панели, чем дешевле, тем хуже у них индекс цветопередачи. И даже когда пишут на коробках, на упаковках китайца 90-95, это нужно всегда проверять. Как это сделать? Вы можете сфотографировать с ручными настройками баланса белого чистый лист бумаги, выставив температуру в фотоаппарате, ту, которая заявлена в источнике. Если источник холодный с белым светом в 5000 кельвинов, вы выставляете вручную 5000 кельвинов на фотоаппарате, фотографируете белый лист бумаги и проверяете. Если этот белый лист бумаги имеет чисто белый, если он остается чисто белым, не имеет никакого цветового оттенка, ни пурпурного, ни зеленого, это значит, что этот источник света вам подходит. Вот сейчас я использую светодиодный круг, который собрал сам из самых дешевых светодиодов. И он заведомо плохого индекса светопередачи, потому что потом я вижу на видео свою черную футболку с каким-то либо зеленым, либо желтовато-магентовым оттенком. Цвет кожи совершенно другой. За мной бежевая стена, а не серая, какая-то там красная, не знаю. Поэтому это очень важно, и я как бы рекомендую не покупать лишь бы что. Если вы осознанно пришли к тому, что хотите купить себе дополнительные источники света, выбирайте их всегда с хорошим индексом цветопередачи. И в дальнейшем вы поймете, что это было не зря, и переплата, которую придется доплатить за хороший источник света, она будет оправдана вашим свободным временем, которое вы будете тратить не на лишнюю обработку, а на развитие себя как фотографа, либо просто уделять будете больше внимания своим родным и близким. Что я еще хотел вам... Ну, в двух еще словах скажу. Обычная лампочка накаливания, груша, та, которая с нитью накала, она имеет индекс цветопередачи 100. То, что она теплая, это речь идет о цветовой температуре, которая легко правится в балансе белого в редакторе. При этом не затрагиваются цветовые оттенки на снимаемом объекте. Но использовать, допустим, вот такие светодиодные... Кстати, единственное, что я где-то потерял свое видео, я записывал видео, в котором я демонстрировал, как отличаются... Я с другого аккаунта, когда буду заходить, я вам покажу видео, как отличается обработка с разными источниками света. Вот эта фотография была снята со своей LED-панелью, у которой не очень высокий индекс цветопередачи, и, по сути, цвет кожи и нейтрали я вывел к нормальному виду и получил нормальный результат. Но время на обработку тратится гораздо больше, чем если используется чистый по индексу цветопередачи источник света. Так, по поводу технических вопросов, я думаю, больше не стоит загружать вас, поскольку кому это интересно, вы можете прогуглить и получить информацию в интернете. Ее там масса. Если вас что-то будет интересовать, пишите мне в директ. Я вам подскажу, расскажу. И даже всегда даю без всяких проблем консультацию на тему выбора оборудования, подбора оптимального комплекта и тому подобное. Так что вообще с этим проблем никаких нет. Милости прошу в мой аккаунт и всегда помогаю фотографам выбирать нужное оборудование. Либо помогаю с настройками, либо просто у кого не получается разобраться с настройками или с подключением синхронизаторов к вспышке. Вспышка является тоже самым чистым источником света с индексом CRI 100. И со вспышками все более предсказуемо. Там световая температура заведомо нам известна. И индекс CRI всегда максимальный. Поэтому вспышками я пользуюсь чаще, чем постоянными источниками света, поскольку пускай это немножко сложнее, но для меня важен результат исходника, который я получаю на съемке, для того, чтобы затрагивать, затрачивать меньше свободного времени, которое для меня очень важно и ценно на обработку. Так, почему я показал эту фотографию? Я сейчас вам очень быстро хочу рассказать о том, как себя начать прокачивать с использованием дополнительных источников света. Как сделать так, чтобы это не было для вас изнурительно и сложно, но чтобы готовый результат вам нравился и готовый результат был, знаете, получен не в результате каких-то мук и стараний, и когда в этот момент ваш клиент ждет, пока вы не можете там настроить или получить нужный световой рисунок на человеке. Самый простой способ использования искусственного света – это использование ее в контровике. Вот в данном случае я использовал вспышку в контровике как дополнительный источник света, и рисующим, основным моим рисующим светом был свет от окна. Если бы не было бы вспышки, вот этот задник был бы провален, поскольку вот только лишь переотражение от белого халата невесты дало блик на интерьер, и мы увидели какой-то объем в кадре, мы увидели передний план и задний план. Если бы вспышки не было, она была бы слита с задним фоном, и несмотря даже на то, что рисунок светотеневой достаточно мягкий и подходящий для женского портрета, на мой взгляд, фотография, казалось бы, немножко скучновата. И я всегда использую, вот как я уже повторюсь, контровую вспышку для того, чтобы придать какой-то эффект на свои фотографии. Есть еще один пример, который я приготовил для вас, показать использование вспышки в контровике. Но здесь, возможно, кто-то уже видел эти фотографии, но расскажу вам, для чего она здесь использовалась. А если вы посмотрите на светотеневой рисунок на задней спинке дивана, ну, не дивана, а кровати, это был отельный номер, в котором собиралась невеста, то свет падает справа налево, потому что окно с правой стороны, и свет падает, как бы бьет в спину невесте. И визажист почему-то решила, что лучше собирать невесту лицом перед зеркалом, спиной к окну, и спиной к источнику света. Естественно, меня эта ситуация вообще никак не устраивала, а фотографировать нужно было. И всегда, когда сложные световые условия, для того, чтобы не вытягивать потом из теней всякую каку, которая будет давать паразитные рефлексы, я использую вспышку, которая, во-первых, делает эффект контровика, во-вторых, она за счет переотражения от белой одежды человека дает мягкое заполнение и чистит цветовую температуру окружающего света ближе к нейтральным. И получить чистый исходник в таких условиях гораздо проще, чем если бы вообще в этом случае вспышку не использовать. Также вспышку в качестве контролова единственного источника света можно, когда вы хотите получить какой-то красивый или какой-то загадочный контровик с прорисовкой силуэтов моделей, чтобы показать, допустим, какую-то атмосферность локации, в которой вы снимаете, либо просто хотите сделать контрастное графичное ЧБ, в котором не важны какие-то мелкие детали, а только лишь основные объекты, которых вы фотографируете. Поэтому использование вспышки, даже когда она у вас одна или одного фонаря, как единственного источника света, масса вариантов, и вы, если запастись какой-то там фантазией и опытом при съемке, так, я, наверное, сейчас все-таки переключу на демонстрацию, вы можете получать нетривиальные снимки и далеко не такие, как вы получали их раньше без использования искусственных источников света. Сейчас я покажу еще один снимок. Ребят, как меня слышно прием, потому что очень давно не видел никакой реакции от вас, и как бы хочу удостовериться, что разговариваю в эфире, и меня кто-то слышит. Если слышит на меня, поставьте сердечки. Я буду продолжать, у нас времени остается немного. Смотрите, это тоже единственный источник света, который бьет в спину парню, но за счет того, что за моей спиной была белая или какая-то там, пускай, светлая стена, вот этот заполняющий свет немножко дал, подбил жесткие тени и заполнил, прорисовав светлые участки, то есть его лицо, и получили мы отличную схему света, где по сути как будто бы два источника света на один рисующий и другой контровой. Также использовать одну вспышку можно, когда вам нужно выбить из темноты какие-то, ну там, как в данном случае мне нужно было проэкспонироваться по бликам на машине, чтобы на капоте не было выжженных участков пятен, чтобы блики на стеклянной стене, вот на этих окнах в отеле тоже были не пережженные и не ушли в пересвет, чтобы небо сохранить и чтобы в целом сохранить на ярком солнечном свете в полдень цвет на фотографии, нужно уводить экспозицию в минус один, а то и в минус полтора, а то и в минус два. Как здесь уводил экспозицию я уже не помню, потому что это было снято три года назад, но уводилась она за сто процентов как минимум на две ступени и одна вспышка просто выбила из темноты двух людей, чтобы можно было сакцентировать за счет свето-теневого рисунка, за счет даже не свето-теневого, а за счет светового контраста пару, сидящую в машине. или например съемка на улице, когда это уже после закатное еще время и еще уже как бы почти вечер и он плюс ко всему еще пасмурно на улице, достаточно плотные облака и света было крайне мало, сделать такой снимок без вспышки это значит просто сфотографировать девочек, которые будут либо в виде солдатиков маленьких человечков на фоне красивого неба, либо небо полностью уводится в пересвет, экспозиция выводится на плюс один, плюс два стопа, чтобы прорисовать людей, но тогда мы теряем полностью детали в небе, у нас верхняя половина кадра становится полностью нечитаема, она просто выжжена за счет поднятия экспозиции. Прорисовывать потом в фотошопе через слои можно, делать такой псевдо-HDR, но зачем оно нам нужно и как это все происходит, когда тысячу кадров нужно работать и сделать со свадьбы от 800 до 1000 кадров, то есть если этим заморачиваться и делать так, то вам не хватит и второй половины года, чтобы отдать сезон клиентам, поэтому здесь было решено также использовать одну вспышку в контрабике, чтобы выбить задний план сделать его ярче, а на переднем плане силуэту девушек были гораздо контрастнее, чем они были бы сняты без вспышки и слиты с фоном по сути. Так, ну, как бы вот такие атмосферные кадры, которые снимаются также с одним источником света, как бы это слишком все просто, ну, как бы тут не один источник света, тут второй источник света это гирлянда на арке, но тут из моих световых приборов была только одна вспышка. Также само кольца снимаются идеально с одним источником света, как вы видите. вот и вот мой любимый снимок, который я показываю, когда рассказываю о том, как можно использовать вспышку в яркий солнечный день, особенно у нас на берегу моря, когда солнце летом очень интенсивное и когда так сложилось, что Одесса у нас расположена как бы выход на море это на восточную часть и солнце встает в первую половину дня с моря, а садится на противоположной стороне моря. И когда мы фотографируем церемонии, как правило, всю церемонию декораторы пытаются спрятать в тень, но задним планом всегда выступает яркое небо и яркие блики на воде от солнца. И если не использовать в моем случае вспышки, дополнительные источники света, то мы получаем либо выжженное небо, либо вообще без деталей, либо с деталями, но по цвету выгоревшее, то есть надо либо его градиентами подкрашивать, либо вообще обесцвечивать. Вот как бы еще один из вариантов использования. И здесь кстати тоже один источник света. Его видно, я специально его не штампил и не кропил, чтобы это был как солнечный блик в левом верхнем углу кадра. Так. Ну, как бы это все очевидно. Этот мой любимый кадр тоже снятся одним источником света. И этот, ну, тут нет, тут не один источник света, это однозначно. Этот кадр тоже снятся одним источником света. И вот такие кадры можно снимать с одним источником света. Это все как бы не будем мы на этом застрять большого внимания. И хочу перейти еще к такому моменту, очень важному, с которого я всегда начинаю свой рассказ о том, почему не стоит бояться искусственного света. Но сегодня, наверное, мы немножко сломаем нашу схему прямого эфира. Я хотел вам показать фотографии, я покажу буквально несколько фотографий. Я вам покажу несколько фотографий. И покажу вам еще, продолжу свадебным. Вы эту невесту уже видели, да? Я вам показывал свои фотографии этой невесты. А вот эта фотография, которую сняли, снял визажист, когда полностью собрал ее и подготовил образ невесты. И почему я показываю эти фотографии? То есть, есть у меня еще одна фотография, тоже от другого визажиста. Но мне это в исполнении больше нравится. Очень важный момент. На сегодняшний день, сегодня смартфоны научились фотографировать, вернее, их создатели научили, сделали смартфоны такими, что они фотографируют сейчас на уровне среднего уровня цифровых фотоаппаратов. И для тех людей, кто использует доступный свет и фотографируют по наитию, исходя из того, что в данный момент у них в снимаемой локации происходит, такие фотографы, таким фотографам, во-первых, а, сложно выйти на уровень топ-5, топ-10 фотографов вашего региона. Только лишь, если у вас не колоссальный опыт и вы не заработали себе сарафан, который вас уже продает, как бы, уже, такой, как бы, скрытые продажи происходят, как бы, вас передают от клиентов к клиентам через рекомендации. Или, если вы какой-то очень атмосферный, прям, вот, фотограф, творец, который делает, прям, такие фотографии, которые не делает никто, но, поверьте, научиться фотографировать с доступным светом гораздо проще, чем с искусственным. И если человек задаст целью, то научиться повторить какие-то атмосферные или художественные кадры с доступным светом гораздо проще, чем с искусственным. И здесь опять же возникает еще большая конкуренция в этой сфере фотографии, когда вы, неважно, будь это свадьба, семейные, либо индивидуальные фотосессии, снимаете с доступным светом, либо с искусственным. Я считаю, что эра фотографов, которые снимают с доступным светом, подходит к концу. По сути, как бы вообще фотографам сейчас не сладко приходится. Опять же повторюсь, только лишь потому, что прогресс не стоит на месте, и в смартфоны... Вот сами посудите, еще два года назад новшеством был iPhone X, который стал каким-то революционным изобретением. До него тоже уже были портретные камеры, но у него появилась чувствительная матрица, микроскопическая, с портретным объективом, более светлым, чем в 7-ке плюс или в 8-ке плюс. И уже два года назад мы получали на телефон лучшие кадры, чем мы раньше могли получить. Потом появился XS, потом появился 11-й iPhone. И тут до сентября осталось меньше полгода. Я себе с трудом представляю, что выйдет через полгода у Apple-овцев, и какой iPhone 12 или какой он следующий будет. Что он сможет в техническом плане сделать для нас, даже не для нас, а для клиентов, которые для обычного обывателя, для девочек, мальчиков, которые покупают нормальный телефон, снимают себя, снимают своих родных, близких, мужей, жен, детей, семью. И сейчас iPhone порой, вернее не так, клиенты на свой iPhone фотографируют гораздо лучше, чем многие коммерческие фотографы, которые позиционируют себя как профессиональный фотограф, неважно какого жанра, и пытаются с этого зарабатывать. И, еще раз повторюсь, клиенты получают гораздо лучше снимки на iPhone, чем фотограф на профессиональную камеру. Поэтому нужно всегда ставить себе цель гораздо сложнее, чем вы можете ее преодолеть или достичь в ближайший период времени. И всегда стремиться, и ставить себе цели на один или два уровня выше, чем, как бы, всегда задавать планку выше, чтобы стремиться, достигая, там, как бы, самый простой ступени ваших, там, ну, не знаю, как у вас это все происходит. Я, допустим, себе сразу поставил цель научиться снимать с доступным источником света, с разными источниками света. И сейчас у меня на съемке порой бывает до шести вспышек, которыми я научился управлять, и расставляю их очень осознанно и грамотно. И, поверьте, это, конечно, тема ни одного эфира, ни одного часа. Я своим ученикам на онлайн-мастер-классе рассказывал, для чего большое количество вспышек я использую. По сути, один раз только я напрягаюсь, когда их расставляю и настраиваю. Все остальное время всю работу за меня делает расставленный точечно по залу свет. Я не бегаю к каждому тестующему, к каждому танцующему, к ведущему, к целующимся молодоженам, когда они кричат «Горько!» В 1505 раз за свадьбу. У меня есть 7200, если надо, я одеваю еще телеконвертер. И просто с одной точки, буквально с двух-трех точек в зале, я могу отснять основные ключевые моменты. Не репортаж, не танцы, где нужно ловить эмоции и ловить какие-то эмоции людей. Просто то, что происходит в зале в течение шести часов банкета, делает это всего с одной-двух-трех точек. За счет того, что правильно, под правильными углами и с правильными световыми схемами расставлены дополнительные источники света. Так, ребят, я буду продолжать. Вроде бы как я не сбиваюсь с графика. Хочу вам показать единственный минус. Вот слева здесь схемы света, схематические картинки, которые будут, я не знаю, если вам видно, супер. Скриньте, если хотите себе оставлять в виде шпаргалок. Я вам сейчас быстренько пробегусь по основным светотеневым рисункам классических схем в использовании, при фотографировании портретов в фотографии. Это простой боковой свет. По схематическому рисунку видно, что солнышко находится с одной стороны. Один из точек света. И важно, когда вы фотографируете, допустим, какой-то, скажем так, этот свет больше подходит мужчинам, мужским портретам. И на этом и на следующих пиктограммках, то есть на этих презентациях будет мягкий свет, поскольку тут женский портрет. Но для того, чтобы не запоминать все шесть, возможно, кому-то нравится больше жесткий контрастный свет, кому-то нравится более мягкий заполняющий. В зависимости от этого вы будете выбирать из этих шести, допустим, два-три себе основных базовых светотеневых рисунка. Но вот такую вот раздельную световую схему, когда свет делит лицо человека на две половины, это больше все-таки подходит мужским портретам. И снимать желательно мужчин с таким светотеневым рисунком. Это, давайте я сначала не этот покажу, а потом вернемся к этому. Есть у нас световая схема, которая называется полуоборот. Есть полуоборот теневой, есть световой, а есть петля. Вот с петли я не стал начинать, потому что считаю, что петля это третья, заключительная, производная из этих двух световых схем. Значит, как выглядит у нас световой полуоборот. Когда вы фотографируетесь с теневой стороны, как вот сейчас я расположил от себя источник света, вы, помимо того, что лицо человека и направление носа человека будет в сторону источника света, вы рисуете, вернее, вы снимаете с теневой стороны, но при этом корпус человека отворачивается к источнику света. Тем самым вы получаете хорошо проэкспонированную картинку, и, как правило, вот такой источник, не источник, не источник, такой светотеневой рисунок подходит больше для женских портретов. Когда видно одежду красиво, проработанные детали, если особенно это платье, там, свадебное или там расшитое какое-то, и небольшой светотеневой рисунок, чтобы подчеркнуть объем на лице. Есть световой полуоборот, когда точно так же вы с использованием одного источника света отворачиваете модель от света, тем самым отворачивая ее и корпусом. То есть, такая очень спорная схема, я ее не всегда использую, поскольку подходит она только для, как на мой взгляд, худых с вытянутым продолговатым лицом моделям, поскольку та часть лица, которая у нас заполнена светом, она выглядит в кадре очень большой, за счет того, что соотношение светлой части и темной части пропорционально неравные. Когда мы фотографируем в такой световой схеме, то темная часть лица гораздо больше, чем светлая, и за счет этого мы визуально уменьшаем пропорции и как будто бы делаем немножко худее человека. Вот в таком варианте вы делаете его гораздо массивней, и мне такая световая схема не всегда нравится, я ее практически никогда не использую. И есть у нас еще третья производная из этих двух схем света, называется петля, ее по-разному называют, но смысл заключается в следующем. Вы как бы отворачиваете человека к источнику света, но при этом корпус человека отворачиваете от света. То есть вы как бы выкручиваетесь как восьмерка. То есть корпус вот так вот, корпус от света, а лицо к свету. И вот это как бы считается самым объемным, самым выразительным светотеневым рисунком, который подходит и для девушек, которые одеты в свадебное платье, просто в платье, неважно в какую одежду, так и для молодых людей, которые... Особенно это хорошо, когда вы снимаете невесту в белом платье или жениха в белой рубахе. Вы отворачиваете его белую одежду от света, и тем самым как бы... Ну как бы белый свет, цвет он ярче, чем цвет лица, и вы не получаете пересветы на одежде за счет того, что отворачиваете корпус от источника света. Рембрандт это классический... Ну такая классика, это световая схема, которая подходит, на мой взгляд, не всем. Очень многие любят делать рембрандтовскую схему света всем подряд, но мне кажется, что с этим нужно очень быть аккуратным, потому что смысл заключается... Я сейчас не знаю, за счет лампы я, наверное, не смогу это сделать, потому что вот почти получается. Если вы прям хотите сделать рембрандтовскую схему света, есть два основных параметра, не параметра даже, а правила, по которым считается эта схема правильная. Первое, это вот этот треугольник световой, который получается за счет, ну как бы вот, угла наклона и высоты источника света. Важно, чтобы треугольник не выступал за нижнюю линию носа, и ширина этого треугольника была не шире и не меньше, чем размер глаза. Тогда эта схема считается правильной, и пропорции лица смотрятся, как бы, ну, красиво, будем так говорить. Самая моя любимая схема света для женского портрета. Ее называют бабочкой. Это просто заполняющий прямой свет с небольшим углом сверху вниз перед лицом модели. По сути, это эффект портретной тарелки, просто не такой жесткий по интенсивности свет. Когда вы просто сверху вниз фотографируете и получаете мягкое заполнение носогубных складок, прорисовку подбровной части лица, и получаете только лишь тень под носом от ноздрей, и эта тень имеет такой, ну, как бы, кому-то кажется, что это бабочка. Ну, вот вид, как бы, бабочки. Вот эта световая схема, как по мне, самая удачная для фотографирования женских портретов и подходит абсолютно любому типу лица. Так, мы быстро, я даже не ожидал, пробежались по этим моментам. И я даже успел, я даже успел до завершения первого часа дать вам информацию. Сейчас я попробую выставить сюда название моего аккаунта для того, чтобы долго не искать в аккаунте марафона. Мы сейчас продолжим с вопросами. Я сейчас уже включу комментарии. Мы сейчас продолжим... Наверное, все-таки так. Осталось две минуты. Ребят, я хочу сказать, что по традиции, нас сейчас смотрит максимальное количество человек за весь прямой эфир. 45 человек, это очень круто. Значит, я приготовил очень крутой подарок для всех, кто сегодня находится в прямом эфире. Я даю доступ к обучающему видео, как снимать ловстори с дополнительными источниками света. Там будут постоянные источники света фонарей для того, чтобы наглядно было видно и на видео, и на фотоперимерах, как было на съемке и что получилось в конечном итоге. Этот видеоурок получит, как всегда, лучший комментарий о сегодняшнем прямом эфире. Но хочу сказать, что я буду выбирать не самый сладкий, который там будет мед медовый. Я хочу, чтобы ваш комментарий был с какой-то перчинкой, с изюминкой, какой-то, может быть, с юморцом, чтобы как-то можно было развеселить, и он выделялся прямо из всех хвалебных от, которые льются после каждого прямого эфира. Жду от вас отзыв о сегодняшнем прямом эфире с указанием фотомарафона и моей странице «Макс Кириленко, нижнее подчеркивание ком». И завтра до конца дня, по истечении суток, мы выберем победителя. Сейчас я завершаю прибой эфир. Ребят, я очень благодарен всем тем, кто пришел сегодня на эфир. Даже если вы не переходите во вторую часть в мой персональный аккаунт, вам огромное спасибо, вас было очень много. Надеюсь, моя информация будет для вас полезна, и вы будете использовать на своих съемках полученные знания и будете выводить свою информацию на совершенно новый уровень. Всем пока, кто не перейдет в следующий час, а кто переходит, welcome на мой аккаунт. Спасибо. Спасибо. Спасибо.